Когда появится универсальное, междисциплинарное образование научных ребят, типа тебя, которые вот эти все невежественные наслоения смоют, как из гидранта, и появится порода, на которой мы будем строить фундамент будущего. Уже появилось дело в том, что оно сталкивается с консервативным направлением в науке. Дело в том, что в науке еще пока не ушло старое... Направление от Сталина, он большой специалист же был, да? Ну, понятно, понятно. Хабаев и проще, да. То есть, ты имеешь в виду, оно не сталкивается, его сдерживают те стереотипы и предрассудки, которые были официальными докторами наработаны. Объясняю, вот смотрите, сейчас уже существует такое сообщество, вообще существует такое направление, уже давно база нарабатывается, независимо от традиционной официальной науки. А хотят они того, не хотят их, никто не спрашивает просто. Просто идут исследования, независимо от них. Они просто за ними с вами не поспевают. То есть, если вы сейчас обратитесь в официальную науку, там есть стандартные, как бы, схемы, в котором они действуют уже лет 50, а может и больше. Нет, со временем, я думаю, в Лебницу. Когда Академия наук, он придумал. Не важно, не важно. Но дело в том, что это все сейчас уходит, как вот динозавр, когда двух ушли. Естественно, путем. Оно уйдет где-то полностью лет через 50 тоже. Сколько ждать нельзя? Нет. А убедите? Подождите, я сейчас объясню. Но дело в том, что здесь параллельно же идет другое направление, независимо от этого. Потому что весь грант исследования, national geographic работает в этом. Целые генетические базы созданы. Уже вот эти старые школы, если они новые знания не примут, они просто сами отобрут. Это может раньше произойти. Ну, как интернет. Есть ученые, которые не могут... Логинообразный процесс просто пойдет и все. Количество идет в качестве. Ну, сейчас есть, я могу исследователей назвать там, Томас Кран, Владимир Таганкин, Игорь Рожанский. Вот это специалисты, они очень много, сильно работают. Базов у них мощные все идут. Скажи, а вот это твои исследования Камчатки и продолжение индейских племен, алиутских, в Америке, оно получило продолжение, хотя в Германии, или в Америке, да? Может, просто ты как бы перескочила... Нет, ну, просто я в курсе всех твоих достижений. Не мои достижения, но не достижения, а не так. Дело не в этом. Суть в том, что вот он говорит про экспедицию, была на Камчатку экспедиция, мы искали, как предки индейцев попали в Америку. Ну, тогда же берег на Краник еще же был? Берег был же не возрешен. Нет, нам нужно был генетический след найти. Генетический след. Мы как бы изучали коренные народы Камчатки, но нам хотелось найти этот генетический след. И мы его нашли, там есть такой народ, Киреки, Анкалаку. Вот у них язык похож и на индейские языки, и на тюркские языки. И на чувашский. На чувашский он похож. Это была чурсация. Более того, они генетически совпадают с индейцами и с исконными тюрками, которых находят от Туркмении до Алтая. Исконные тюрки, кстати, жили здесь. От Урала до Алтая древние тюрки жили. Это Окуневская культура археологическая, Кельтиминарская и так далее. И вот их язык совпадает с чувашским, с индейским языками, а гены совпадают с этими народами. Это все разговоры мужчинам, а как и женщинам? Мужские или неженские? Митахендриальные? Роль женщинам такая, что мы и говорим все на тюркском языке благодаря женщинам. Да. Можно найти, просто сложнее исследовать, потому что митахендриальное ДНК женское, оно более сложно иметь структуру, чем мужское. Мужчины попроще. Что делать, чтобы исследовать? Ромена, можно я дополню? Я специально еще одну публикацию сделаю. Про этот сват мне прислали. Казахский. Про исконный казахский язык. Про казак. Я знаю, он кипчакский. То есть они перешли, и все получилось. И поэтому женщины, тут я еще один факт, ты мне сказал, да? Что когда в качестве приза победителем 10 тысяч девушек отправили в тюркорах. Я не говорил. Это дополнение, да, кто-то мне сказал. Я сейчас просто отвечу. Да, да, да. Смотрите, вот когда они доевропейцы шли, здесь жили протатюрки. То есть народы говорили шинатюрских языках. У них очень сильную роль играли женщины. То есть матриархат был в некоторых случаях. А в некоторых случаях были равные положения с мужчинами. То, что Геродот называет народом амазона. Это и есть, собственно, тюрки. И если вы изучали третью историю... А можно еще раз? Еще раз про тюрков. Кто это такие? Тюрки это исконные народы, которые жили от Урала до Алтая. Они все имели приблизительно одно происхождение. Да, они были родственны с индейцами, с шумерами древними. Шумеры... Они... Это группа R1... Нет, КО1. КО1А. КО1А. Это тюрки. Они монголоиды, нет? Нет, ну что это монголоиды. Они евразийцы, смешанные типы. Ну, они больше... Переходная раса. Ну, как индейцы, они монголоиды. Не монголоиды. Это переходная раса. Нет, смешанные. Она так называлась. Куда переходит? Ну, так называются... Ну, они не были чистыми монголоидами. Это европатсентризм. Ну, их были крупные носы, но глаза были узкие, допустим, черепахи. Ну, они вот как индейцы и выглядели. Древние тюрки. Вот давлекамский человек есть, на Урале найден. Вот они так и выглядят. Это чисто индейцы такой. Майя, да? Ремилян. О, кожа какого цвета? Белая, белая. Ремилян, можно я дополню? Посмотрите, есть такое явление историческое, археологическое. Шигиринский идол. Слышали? Вот, я привез, снял, Ихатогай дал. А он до этого те же узоры расшифровал на хакасской стеле каменной. А ему деревян. Это самая древняя скульптура. Ей 12 тысяч лет. Ихатогай эти знаки расшифровал. Так вот, одновременно нашли черепа женщин. И реставрацию сделали. И сейчас вот в Калиевическом музее, в Екатеринбурге, они на втором этаже там целый этаж отдали в шигиринской культуре, так называемой. Я смотрю на эти реставрационные, как говорится, портреты, бюсты. Это мои двоюродные стрелки. Понимаете? Свою семью? Да, своя семья. Можно я... Возраст 12 тысяч лет. Женщина не более тронет фенотип, нежели мужчина. Потому что мужчины... Вообще, то, что башкиры и многие народы говорят на тюркском языке, это роль женщин. Конечно. И если вы изучали историю сармат, там у них женщины очень знатное положение занимают. Вплоть до того, что там, допустим, сарматка... Описывается случай, там муж ее забухал, так говоря, наше простым языком. Начал пить. Да. Давай, это... Да. Он просто его... Все... Это сколько? 4 тысячи лет уже? Давай я расскажу историю, она просто... Она настолько российская, как будто это недавно произошло. То есть вот сарматы воевали со скифами, хотя они родственники были, но разошлись-то они в эпоху бронзы, к тому времени, когда они воевали, уже 3 тысячи лет прошло. И скифы начали побеждать. А начали они побеждать за счет того, что сарматы, у них вождь любил выпить. И он просто пьяный был, соответственно, войско не может собрать. И тогда его жена его смещает, не помню, Астьяга, что ли, царит в ее дворе, собирает там 120 такой спецназ, собирает сарматский спецназ. И приходит... Их вообще мало было по сравнению со скифами. И такой рейд... 120 человек, да? 120 человек вместе с этой женщиной. Женой же. Приходят, доходят до этого лагеря скифского. Всех вырезают, вождей скифских. Одного пацана оставляют, заключается немирный договор. То есть малыми силами скифов много было. Концентрировал ударов. Вот, пожалуйста, история. Это хороший пример. А на тюркские языки переходили почему еще? Потому что очень сильно, на мой взгляд, я же не проверял это, была безотцовщина. То есть мужчины, грубо говоря, делали детей и сваливали. И женщины их воспитывали сами. А естественно, ребенок на каком-то языке должен говорить. Он говорит, естественно. Но это мое мнение. То есть я не считаю, что обязательно за счет воин каких-то, там, не знаю. Вполне возможно, за счет браков. Мужчин поубивали, а детей оставили. Говорит, нельзя отчего. Женщина сдает ДНК тест, но подробный результат ее теста, от какого клана она принадлежит, чей она потомок, будет известно где-то лет через 10. Еще технологий нет таких. Поэтому сейчас мужчин только тестируют, потому что мужчин легко тестируют. Метки легко сохраняются. По женщинам нет. А можно еще раз уточнить? Вот сначала ты рассказал про тюрковь и роль женщины в их культуре. Потом про сарматов. То есть это примерно одновременно существовавшие культуры и роль женщины. И в той, и в другой кочевой культуре были. Нет, прототюрки это научный термин. Они же сами себя так не называли, мы прототюрки. Они себя называли по-другому. Кузы, кеше, они себя называли. Люди. То есть на их языке кеше это что такое? Люди, правильно? Переводится. Они себя так и называли, мы люди. Ну, как любой народ возьмешь, если начинаешь, название пересла. Кстати, слово сармат тоже переводится. Мы главные. Сармат это старший сын, то есть, как бы повесьте, старший сын иранцев и туранцев. Сайрима. У него средний сын был тур, туранцев. И младший город и речет, и предокуранцев. Так вот, они себя как бы людьми называли на своем языке. Кеше, гузы. А сарматы слово, это уже чисто индоевропейское слово. То есть, это при смешении двух народов, термин возник, переводится главный, старший. Или как Геродот называет, царские скифы. Вот тут такие царские скифы. Это есть сарматы. Это не самоназвание. Не самоназвание. Это, грубо говоря, название старшего сына. Вот, и, допустим, у вас сын Артур, да, допустим, условно говоря, Артур. И все его потомки будут Артуры. Понимаете? Сармат это просто имя, древнее. Привязка. Привязка. Нет, ну, как сказать. Политетоном, да? Другого сына звали Тур. Все его потомки были туранцы. Понимаете? Вот Нагай был такой человек. Нагай. Все люди, которым прилижали, Нагайцы. Или был хан узбек. Кто в одну вошел? Все к узбеку прилижали, стали узбеками. Понимаете? Это значит, что через 30 лет, 300 лет все будут путинцевы, что ли? У нас еще раз. Сарматы, сарманский компонент есть в Эдногенезии Башкир? А? Сарманский компонент у Башкир вообще основной. Исконно сарманский. То есть тот, который связан с индоиранцами. Потому что у Башкир основная ветка R1A Z93. Это основная ветка у Башкир. Не R1B. Просто R1B у Башкир, это вот Сагит Агай, это исконные Башкиры. Это я, коренной, самый главный. Случайно, вот у нас Башкиры хорошо знают. Баймакские Башкиры они себя считают настоящими. Так это на самом деле такие, они реально настоящие Башкиры. Те самые, которых видел Ибун Фадлан. Вот когда вы считаете Ибун Фадлана, он встретил каких-то воинственных Башкир и очень сильно их боялся. Вот он встречал как раз бурзианцев, баймаксов. А остальные стали Башкирами. Это Кипчаки там, Усуня, они потом стали Башкирами. То есть они на Урале осели и стали Башкирами. Ногайцы те же самые. Они не были Башкиры, то есть они стали уже более... Тем более, когда Иван Грозный разбил Ногайскую Орду, или там подкупил, неважно. Ногайцам было уже называться опасно. Казанин когда взял. И все вот эти рода, Ногайские, Кипчакские, они перешли на свои названия. То есть вот среди Ногайцев до сих пор есть там клан называется Кипчак. Они жили и среди Башкир. Но когда Иван Грозный захватил Казань, они уже не называли себя Ногайцами. Потому что это было опасно. И они называли уже себя Кипчаками. А Исконный Башкир вот, саги давай. Вот если брать по ДНК. Уральские казаки. Это Р1Б. Потомками кого являются? Уральские казаки, поддовинка в основном славяне. Славяне все-таки, да? Это действительно... Не сарматы, не... Нет, а сарматы кто такие? На позднем этапе, я же говорю. Нет, они тюрки, то есть есть такое... Нет, у них есть тюрска, но не основная, это славяне. Это славяне, да? Это потомки вот этих, донских ребят, которые там что-то не поделили, туда ушли и так далее. Потому что есть такая версия, что они очень древние народы, которые, ну вот, славянский язык. Нет, сейчас все версии можно ДНК проверить. Не надо ничего вот этих фантазий, сказки. То есть вот ДНК, они... Ну, это славянцы. В основном, в основном. Там есть у них тюркский ветвь. Нет, вот в Миннеле, завоевание Башкирии, там есть пленные первоуральские, как там, уральский городок казахский, когда взяли. Там даже бухарцы были. Я беру сейчас Алимбургский казахский. Сейчас уральского казахского казахского. Алимбургский казахский. 52% это 100 тренировок. Ну, те Алимбургские казахи, которые, допустим, в 17 веке здесь жили. Нет, я беру сейчас какие данные. Вот Алимбургский... Вот человек... Экспедиция бывает в Алимбург, там есть люди, говорят, мы потомки казаков. И приводят документы, действительно там написано сын Алимбургского. Его тестируют, но у него ДНК как уральский кульсер. То есть, как уральский кульсер. То есть, как уральский кульсер. Донские, да? Но у самих казаков, у самих казаков тоже тюркский след очень сильный. Очень сильный. Р1-Д1 это сама получается, да? Нет. Р1-Д1. Но бурзианцы, боймапцы, это же Р1-Д1. И ты говоришь, что они же исполняются Алимбургские. Смотрите, вот пашкиры, да, современные, если брать всех башкир, они в основном Р1-АЗ-93. Такая же ветка у сарматов исконных. А у башкир на самом деле есть как бы рода, которые исконно башкирские, а есть как бы потом стали башкирами. Вот, допустим, бурзиане это исконные башкиры, понимаете? Каких происходило? От ямников. И была такая ямная археологическая культура. И они даже связаны с парфианами немного. Потому что, как сказать, короче, это у нас сейчас археологию углубляться. Вкратце. То есть вот здесь было, это кстати по эпосу Урал-Батыр тоже прослеживается. Здесь жили две гоплогруппы. Вот здесь мы поживали гоплогруппы Р1-Б, тут жила гоплогруппы Р1-А. Это Шурген и Урал. Между ними была война. То есть я как бы говорю сейчас на языке нашего эпоса. И, насколько вы знаете, Урал проиграл. Соответственно, но Урал оставил после себя потомков троих сыновей. То есть Идель, Яик и Зугуш. Так вот, если вы помните... А Хакмар это не его сын. Хакмар это и есть предок тех сабр. То есть Хакмар, он ушел от Шульгана и пришел к Уралу. И ушел на восток. Бурзянь его потомки считаются. Поэтому и живут они по Сакмаре реки. По Саквари они живут. То есть они Шульгеновити, да? Они потомки Шульгена, да? Ну это как версия. Понимаете, это не как версия. Дело в том, что... Очень красиво получается. Очень гармонично. Дело в том, что это эпос, он пересекается с эпосом Агераклия. Со скифским эпосом. Все то же самое. Все то же самое. А европейцы это уральцы получается, да? Кто европейцы? Вот вы показываете. Урал, Шурген, Урал. Это Р1-Б. Р1-Б жили вот тут. Да, но это потомки Урана. Граница проходила... Они потомки Шульгена. Я имею в виду Урал-Батыр? Нет, а Р1-А потомки Урана. А, то есть наоборот. У скифов этого героя называли Таргитай, извиняюсь. Таргитай, извиняюсь. Таргитай. А, значит, у русских этот герой называется Вольга. Вольга, да. У Башкир этот герой называется Идель. Ну, сейчас, чтобы не запутаться, давайте так объясню. Вот был, смотрите, мы сейчас уже на эпос переключились. Вот был, мы сейчас берем Башкирский эпос. Оставающих знаний мифологии. Без этого никак. Подождите, вот был Урал, у него было три сына, да? Вот, первый был старший сын Яи, второй был сын Нугуш, а третий был сын Идель. Теперь, что смотрите, славянский эпос, он точно такой же. Был отец Тарха. Младшего сына Тарха, знаете же русские сказки? Трой сыновей, а младший самый удачный. Младшего звали Вольга. Третий вовсе был... Подождите, подождите, сейчас вы поймете. Вот это слово Идель у тюрков означает Волга. Одно же термин. Теперь же берем скифский эпос, вот точно такой же. Таргитай, вот смотрите, сохраняется корень. Тарх, Таргитай, видите? Таргитай, причем тюркское слово, это Тенгриатай, Бог Отец переводится. Внутри сына. Вот Калаксай, младший сын, он и есть Вольга. Калаксай переводится Бог Солнца. Кала, это Солнце, Ксай Цай. Так. И вот получается, вот этот Идель, Идель, соответствует славянскому Вольге. Идель, внук Солнца же получается. Да, потому что мать Хумай. Солнцев Хумай, дочь Солнца. Короче, это эпос, он древний евразийский. Это открытие Булады, кстати. Не знаю. Молодец. Не, ну здорово, это еще. Даже на мифологическом уровне все народы свинтят. Это дорогого стоит. Я просто знаю, что в науке, если действительно правильно это делаешь, все данные сходятся на самом деле. Если вы почитаете русскую сказку Вольга из Центарха, там все это описывается. Потому что Урал-Батыр античный эпос. Это видно же, что это вот... Ну, да, евразийский эпос. Евразийский эпос. Почему в Башкир сохранился? Потому что Башкир были кочерники. А кочерники имеют большой плюс. Дело в том, что они менее урбанизируются, и у них сохраняется вот этот древний эпос. А если бы они жили в городских условиях, они бы быстро это потеряли. А вот видите, в Библии там какая-то специфическая история, в которой сейчас явно прослепуется влияние на планетах цивилизации. Я не знаю, как это не в курсе. Иудеи являются, по версии Фолга, представителями вот этой гибридной рации. Неправда. Нет, это досушки, да. Благодаря некоторым знаниям, которые они получили от этих, так называемых, анунаков, они смогли занять то положение, которое сейчас занимается. То есть они захватили практически все. Финансы, средства массовой информации и так далее. Только благодаря этим знаниям. А вот как это все соотносится? Это вот библейская история, то, что в Библии можно про падших, про падших ангелов, анунаков, и то, что написано в мифологии других народов. Посмотрите, то, что вы рассказываете, что это гибридная раса, это все науке не имеет никакого отношения. Потому что есть чистая наука, если тестировать евреев и иудеев, это точно такие же люди, как мы с вами. И мы все происходим действительно от Игоря Хромосомного Адама и митохондриальной Евы. То есть есть как бы байки, байки из клепа, как я их называю, а есть реальная наука. Это пантюркизм, вот такой нежестный, а это панель-даизм. Иудаизм – это грех. А что касается этих мифов, это просто переработанные древние мифы. Каин и Авель – это на самом деле эпос про то, как скотоводы воевались с земледельцами. Если вы помните, Авель-то был скотоводом, а этот был земледельцем. Это просто древние сюжеты, какие-то сказания. Конфликт двух технологий только обществом. Бук цивилизаций типов. Это, скажем так, символический конфликт. Это и вечно конфликт. Конфликт превращенный в высокую символическую художественную форму. И тем более Библия – это на самом деле сбор не только чисто силийских каких-то сказаний, и Акадский, и Ингоиранский, и Египетский. Ты можешь добавить ДНК-генеалогию. Проверяли Коганов. Левит и Эрогена оказались. Какой избранности и Богоизбранности нету. Это придумки, понимаешь? Чтобы оправдать финансы за каббаление мира. Просто, действительно, вообще вот это откуда все пошло. Банковая система, каббаление мира. Это все пошло с египетского жречества. Есть отдельная тема, наверное. Сейчас мы вообще туда уходить не будем. Ну там, в общем-то, та же самая история. Они относили себя представителем некой другой расы. Они могли как угодно себя относить, но они такие же люди. Они так же живут, так же умирают. А почему бы не предположить, что могут быть иные люди? А если бы они были... Почему вы, как человек науки, отрицаете гипотезу? Вы уже всю Вселенную укатываете в какую-то земную поверхность? У меня просто нет фактов, что есть другие люди. Ну нет, ну а почему вы? Вы пока не отчлезли. Дайте гипотезу. Ну смотрите, я же не могу заниматься каким-то мифотворчеством. Вот типа там эти народы с той планеты, а эти с этой. У меня чисто есть факты. Вот евреи тестируют это люди, китайцы тестируют это люди, негров тестируют это тоже люди. Сколько лет науки генетики? Нет, сколько лет науки генетики? Другой вопрос, что может быть что-то скрывают? Я же не отрицаю это. А может быть кого-то нашли, но скрывают? Давайте мы на это все-таки остановимся. Да, может быть скрывают. Но я говорю про то, что известно. На данный момент на Земле не нашли ни одного инопланетянина. Все женщины из инопланетянина. Нет, на данный момент из открытых источников. Может быть где-то нашли, его сейчас держат здесь железная решетка, там в ютубе полно таких видео. Этих держат. Я не знаю это. То, что товарищ Левашов, это да. Есть мир шайтанов, есть мир ангелов. Я же не отрицаю, что есть неземные миры, но просто на Земле не нашли. Ну был такой товарищ Левашов. Вот его обращение к человечеству, там как раз это все это делал на ментальном уровне. Это он предполагает, это нормально. Но это ментальный уровень, не телесный. А он говорит про кровь и память предков на телесном уровне. Я сейчас говорю про фактологию. Исходя из крови. Если вы сейчас протестируете кого-нибудь. Чистую научный подход, да? Нет, я обычно так ухожу из этого сложного спора. Допустим, если сейчас Азамата протестирует, у него найдут другой ДНК, тогда реально, да. Тогда я вылечу в окно. Я считаю, что люди науки уходят от сложных вопросов. Нет, я же такой же человек, как и вы. Я, во-первых, обычный менеджер. У меня нет такого, знаете, влияния, чтобы я мог протестировать и узнать. У меня нет. Не сказать, что это гипотеза непроверяема в настоящее время. Потому что если тестировать вообще все живые организмы, мы все потомки одной живой клетки. Это чисто наука биологическая. Поэтому я не вижу... Нет, если бы найдут какую-то структуру ДНК, которая имеет другой исходный код, тогда да, но не нашли. Вот даже, я не знаю, таракана возьмите, там, картошку. Это все наши тарелки, родственники. Это очень науки. Можно еще вопрос о генетике? Телефон разговаривали. Вы говорили про башкирскую идентичность в настоящее время, что это очень, как бы, такой вопрос практически. Ну, это очень сложный вопрос на камеру. Я могу ответить только очень деликатно. А в чем главная проблема? Главное, право идентичности башкирской. Дело в том, что башкиры все очень разные. Вот я служил по тому, что я общаюсь с башкирами разными, и ребята там, как говорится... Ну, с разных регионов, я не буду называть, какие регионы, чтоб не было. В общем, суть в том, что... Я просто не могу кооперироваться с людьми, с которыми невозможно связать каких-то общих тем, у которых там разговор идет только на уровне, не зная там... Ну, чисто примитивные темы. Я не могу. Это чужой. Как ты видишь? Я поэтому кооперирую с людьми, с которыми остаются других народов, которые... Как сказать? Тоже там... Других народов тоже это проблема. Не все же русские одинаковые, правильно? Не все же там украинцы одинаковые. Поэтому тут я не вижу какую-то такую особую... Я просто сейчас такой сложный вопрос задаете, я стараюсь... Ну, у меня нет, он уже указал, башкирская идентичность, это Урал, как это и Южно. Так что нормально. Ну, это же идентичность бурзианская. Это же не общебашкирская. Общебашкирская идентичность в первую очередь городскую, конечно. Я, допустим, вот... Допустим, я легко нахожу общий язык Санвар Мансуручьим, Сайратом, Сириздиновым, Сансаром, Сагидкой с могилой, с вами, да? Хотя вас первый день вижу, но я знаю, что с вами у нас легко пойдет диалог. Почему? Потому что у вас какой-то есть уровень, который можно... Это энергетический уровень, да. И дискутировать можно, и, не знаю, там, спорить можно. А есть люди, ну, я не знаю, но в любом народе такой есть. Я не могу с ними найти общий язык. Мне чего с ними говорить о фильме Джокер, что ли, я не пойму. А с ним не о чем говорить просто. Разные функции, разные люди, разные категории людей в своем родном народе выполнять разные... И, естественно, многие... Знаете, у нас с ним была приватная беседа, и он хочет меня, как бы, вывести, на эту тему. Это очень важная тема. Это тема будет. Это самое важное сейчас. Я не нахожу общий язык, потому что, на самом деле, я не понимаю вот тех ценностей, которые они отстаивают. Для меня это вообще... Но это земля. А я имею в виду, у них ценность там бывает... Рамиля, вопрос идет о том, что культурная модель башкирская, вот сейчас, городская, она очень сильно... Ну, не только городская, вообще, башкирская культурная модель, она очень сильно повреждена. Очень сильно. За последние сто лет она повредилась, причем в нескольких направлениях. Она повредилась, как конфликт между, так сказать, вот этим вот народом, который очень долго после страшных репрессий 20-х годов скрывался, просто специально, сознательно не переезжал в города, да, переживал свою травму, огромную травму гражданского, голода 21-го года, так сказать, первой мировой войны. Вот просто он прятался. Да, прятался просто в деревнях. Специально люди не хотели уезжать. И сейчас, когда народ, наоборот, насильственно выталкивает города башки, в массовом количестве выталкивают, потому что, так сказать, за Урале исчезает работа, больницы, школы, вынуждены массово, вот эта неконтролируемая, насильственная, жуткая, страшная урбанизация, которая выталкивает, Магнитогорск, Челябинск, то есть места, где, в общем, Башкирск идентично, сохранить очень тяжело в Магнитогорске, в Челябинске, там невозможно. До Уфы ехать далеко, Челябинск рядом. Да, очень много соблазнов. И там она исчезает, Челябинск, идентично Башкирск. Нет там ни школ башкирских, ни дискотек, ничего нет. Ну, то есть зато вот за Урале оно размывается, насильственно разламывается вот это вот, то, что прятали долго, там, лет 40, держались, это все, вот, и это вопрос годов, 7-8 лет. Можно я этот пример приведу на финнах? Потому что мы про башкир, когда говоришь, мы живем в Башкирии, и многие лишнее воспримут как оскорбление. Это я, например, на финнах проведу. Финны до 19-го года их вообще считали, там, чуть ли не чухонцами, там, забитыми, там, да, то есть живут там леса, болота, все. Ну, у них там тоже возникла, как бы, своя прослойка интеллигенции, которая... Не в немое. Которая... Сейчас звук проявляет, не может быть. А кто? А она значит. В конце 21-го века у них появились свои инженеры, да, профессиональные, свои спортсмены, да, там, свои, не знаю, там, ученые, поэты... Ну, суть в чем? Вообще народ состоится, любой народ состоится как нация, когда у него появляются везде свои направления. Не только свои, там, не знаю, танцоры, да? Все, я вам скажу, все ниши организационной деятельности в сфере социального организма заняты представителем этого атмоса. Профессионально, профессионально. Должны быть свои олимпийские чемпионы, должны быть свои математики, свои инженеры, свои ученые, свои поэты. А всех сводить под одну гребенку, создавать какой-то такой узкий стереотип, что вот это вот и есть, это неправильно. Абсолютно правильно. Поэтому фильмы, они состоялись как нация. У них сейчас все есть. И свои программисты, и свои инженеры. А многие народы никогда не состоятся как нация, потому что у них есть вот этот сдерживающий фактор, стереотипный. Вот вы их представляете, допустим, от Карина. С чем он решил, что он может быть таким? Как можно других решать? И так любой народ. Среди славян то же самое есть. Вот русский должен быть таким. А с чего ты решил? Русский может быть и таким. Вот все сейчас пытаются сейчас очень популярны, там, не знаю, сталинисты, да? А почему, допустим, русские, которые Сталина не любят, что они не имеют права? Раньше были коммунисты, а белогвардейцы тоже такие же достойные люди были. То есть надо как бы политу принимать. Не надо вот все сводить к одному. Ну вот это ты говоришь об энтропии. Нет, это все сводить. В обществе и те, и другие силы, они нужны. Ты вот за энтропию национальную, кто-то за то, что должен знать. Это нормально. Это не значит, что ты прав. Не дай бог я буду прав. Вообще не хочу быть прав. Я хочу жить своей жизнью. Пускай кто хочет, кто что делает. Хочет там, создаёт там движения какие-то. Вот чем больше таких, как ты, тем больше приходится как бы собирать в сторону радикалов, понимаешь? Ради бога. Иначе это будет вот то, что ты вот намешала здесь на камеру. Ну, ради бога. Понимаешь, я поэтому не общаюсь с радикалами, не общаюсь с людьми, которые меня понимают независимо от там. Я хочу пошутить в сторону антримитикализма, объединяя Азамата и Булата, и Энина тоже. Потому что слово уфинский, оно вопреки русской грамматике сделано. Вообще, уфинский образ жизни, уфинская прикладная аксология, надо считать уфинский. Вот когда мы станем все уфинские, возьмём пример. У нас всё получится, ребятки. Армеля, мои предки стали башкирами только 600 лет назад. Да, 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 всё правильно. Это я как раз в вашей газете прочитал, поэтому всё сообщаю. Расскажите вам, интересно. Нет, интересно, 600 лет назад. Нет, я не перехожу на участие, я говорю, мои предки, допустим, стали башкирами 600 лет назад. До этого они были нагайцами, ещё раньше кипчаками. Я сейчас ещё людей, которые будут защищать шаханы, защищать пушханы. Ты будешь защищать? Мы уже это делаем в Стерлитамаке, и там полно русских. Значит, ты башки. Я тебе хочу сказать, там полно русских, там полно чувашей. Они тоже защищают шаханы. Это вот, как тебе объяснить? Независимо от того, что они башкиры, не башкиры. Эти вам фамилии, имена их называют. Там целое движение сохранил пушхалок в Стерлитамаке. Кузнецов там. А? Кузнецов. А как вот там? Есть там Дмитрий и Петров, они защищают там. Ну сколько бы ты чем-то людей не назвал? Главное в движущей силе здесь башкиры. Ну, я не против, но просто надо быть скромнее. Скромнее. Куда уж скромнее, да? Получается очень приятно башкирку? Нет, нет. Да, вот тут как раз говорит, женщин надо пить, особенно на минном поле. Нет, я хочу сказать, что насчет Куштаву, ты абсолютно права полностью. Насчет вопросов экологии, он касается всех. Неважно, башкир-то не башкир. Вот я понимаю тебя, поскольку коренной народ Южного Урала, в данной территории башкиры, как бы они идут как бы... Но если ты будешь вот так ограничивать себя, ну тебя просто... Ну, как сказать... Не поддержат русские, чуваши, не знаю... Ну, видите... Татары... Это я собираю, это авангард. Я не против. Сейчас еще один опять... Амазонка, вот типичная амазонка. Сарматка. Муж запил, муж запил, а вас 120 штайк сделает, все. Тебя основал. Он ее собираю. Ты собираешь что ты...